друзья мы продолжаем travel рубрику travel влог на крипто коммонс кстати никто не знает что это за зеленая хрень такая на iphone снимаешь видите летает как будто какой-то какая-то звезда вокруг солнца в общем мы добрались до острова нуса пенида вчера а сегодня мы уже добрались до острова лембанган собственно вот таким вот и был бали много тысяч лет назад до нашей эры как я понимаю еще бы музыку эту говняную убрали вот а мы чего сейчас погуляем встретим закат и пойдем пойдем смотреть на графике как обычно так и перед тем как мы перейдем графиком хочу вам сказать что все по-честному в нашем telegram канале я спросил у вас только что стрим или видос и 75 процентов из вас проголосовала за видос почему вы можете узнать в ветве дискуссии если подпишитесь на наш телеграм-канал но мы в подробности вдаваться не будем а запилим видосик поэтому поехали сразу графиком и начнем с соланы ребята с шаланы маланы почему потому что новость как вы наверное знаете нашумевшая что хакеры взломали около 8 тысяч кошельков на базе солана вывели миллионы долларов ну собственно все как обычно ничему жизнь не учит хомяков солана связала масштабный взлом с провайдером кошельков слов но это все ребята и так понятно если вы внимательно следили за нашим каналом прошлом году то вы наверное помните что я говорил солану надо жестко шортить по 200 долларов и когда она ушла на 250 очень многие смеялись и говорили гриня опять всех загнал не туда но как вы можете видеть солана сейчас стоит 40 даже 38 но сейчас я считаю что ее шортить уже поздновато в моменте потому что она может легко сейчас отпрыгнуть куда-нибудь на 60 на 75 вот к сетке my ribbon собственно как она уже делала вот тут качестве от сколько дохлой кошки но глобально на недельках я не вижу что она сейчас пойдет прям делать перехай скорее она будет долго долго изнурительно продолжать еще медвежий тренд как собственно мы видим по примеру старых монет возьмите тот же дэш 18 года взгляните как он себя вел вот мы можем прям в тупую наложить эти два графика друг на друга и увидеть поразительное сходство я кстати об этом делал видео тоже очень давно дэш против солана но никто не слушал смотрите что происходит дальше такими активами в которые все хотят залететь все еще поскольку они дико запамплены сетка my ribbon медвежья и кучу отскоков дохлой кошки на ближайшие несколько лет вот что может нас ждать по солане по этому примеру ключевое слово конечно может потому что может быть все что угодно но в целом вот такой вариант по ней напрашивается поэтому я бы не стал сейчас лезть не в солану не в другие щитки тем более как вы помните про луну то же самое мы говорили с крипто дедом по 100 долларов и шортить никто не слушал луна вообще сделала вот так поэтому почему бы и солане не сделать вот так тоже как бы так что не шортить не ланговать сейчас на мой взгляд не стоит есть куда более перспективные проекты тем временем что мы видим у нас америка открылась на премаркете она пампела тесла пошла вот тоже наверх coinbase вообще улетел там на какое-то хреново количество процентов вон на сто процентов уже подскочил в целом это скорее все связано с новостями о слиянии с black rock там что-то такое ну слушайте это все новости как бы надо читать между строк реально все кто торгует по новостям как бы чаще всего они устают уже против тренда поскольку новости уже заложены в цену покупай как говорится на слухах а продавай на новостях и coinbase чё тут ну как бы да пробивает сейчас вот наклонку это конечно хорошо это хорошо должно быть для всего крипто рынка посмотрим как это отыграет smp х тоже вот на часовом таймфрейме у нас выглядит по быче немного корректируется все еще может сделать вот так как вариант по сетке fibonacci у нас еще вот и 0.23 0.38 0.05 0.61 8 пожалуйста варианты коррекции вот такие вот перед продолжением роста соответственно и с битком может быть тоже похожая ситуация ключевое слово может быть опять же ребята но если вдруг это была вершина локальная то мы тут можем еще попадать в принципе смотреть сами куда-нибудь хоть на 21 хоть на 20 и сохранить при этом восходящий тренд локальный вот верю ли я в такой сценарий ну скажем так я думаю что он менее вероятен я думаю что мы сейчас максимум нарисуем очередной high low и пойдем собственно дальше выбивать вот это сопротивление это план которого я придерживаюсь но если будет вот так я к этому тоже готов соответственно буду действовать по ситуации напишите в комментариях какого плана придерживайтесь вы что еще у нас тут происходит по эфиру гораздо более интересный отскок кстати посмотрите по эфиру у нас тут наблюдается явное параболическое закругление посмотрим как сейчас эфир отыграет ближайшие можно сказать часы там или дни будет ли пробой наверх с выносом шартистов потому что ликвидности там до хрена как вы можете сами понимать в плане ликвидации шартов там очень много топлива для роста по bitcoin кэшу я писал в телеге свои мысли о том что локальный лонг куда-нибудь на уровень 200 и как мы видим пока еще это параболическая структура не сломана мы все еще вот отбиваемся от нижней границы и опять же если это будет сопровождено сейчас пампом то уровень 165 я думаю будет пробить легко и мы дойдем до уровня 200 а вот дальше отдаляясь на четырех часовик понимаем что тут еще вообще поле непаханное для роста посмотрите если мы пробиваем уровень 200 то как бы все следующий уровень это 300 вот эта вот зона проторговки 300 400 даже я бы сказал соответственно и по битку будут примерно такие же движения но менее амплитудные и по лайтку такая же ситуация bnb все говорят bnb прет как же short bnb грине ну если вы правильно меня смотрели то я говорил что short bnb ни в коем случае не к доллару а к битку поскольку к доллару у нас с вами bnb уже достаточно хорошо скорректировался это не значит что он не может дальше упасть может легко потому что недавно напоминаю вам каких-то там меньше пары лет назад bnb торговался в районе 15 20 30 долларов вот такой у нас был коридорчик честной цены я думаю что в какой-то момент bnb в принципе может в него вернуться или хотя бы к нему сильно приблизиться но к доллару у него есть также потенциал для роста потому что смотрите как хорошо уже мы скорректировались от этого канала мы уже провалили 61 фибу плюс минус и находимся вообще в зоне золотого кармана все еще но вот к биткоину bnb на мой взгляд находится на очень перекупленных значениях если вы правильно смотрели мое видео про short bnb к биткоину я говорил что не прямо сейчас по текущим надо шортить тем более адская комиссия за это будет заплачено а то что надо набирать short bnb на мой взгляд опять же по уровням выше его all-time high к биткоину и вот сейчас он вышел уже на уровень выше all-time high к биткоину если окажется что все это был бычий флаг то bnb к биткоину могут помпануть хоть на 2 миллиона сатоши и мой план заключается в том чтобы набирать плавно постепенно short всю дорогу вот эту вот то есть уже сейчас можно плавно его набирать и всю эту дорогу тоже набирать так чтобы у вас средняя цена была где-то полтора ляма например и потом в какой-то момент я думаю что bnb если он так сделает все равно мы увидим ниже вот этих вот лаёв то есть ниже 700 тысяч сатоши второй вариант что он так не сделает и просто это все ложный вынос ложный пробой сейчас будет шпилька и он пойдет в даун тренд к битку то есть биток начнет расти сильнее чем bnb к доллару в обоих из этих случаях short получится достаточно прибыльный потому что глобально я думаю что мы увидим примерно вот такую же картину как вот здесь то есть весь этот памп в какой-то момент сейчас или чуть позже будет сдут практически ну вот до вот этих значений предыдущего сопротивления это опять же у нас с вами примерно полмиллиона сатоши так что на мой взгляд очень крутая тема единственная bnb к битку вы можете шортить только на бинансе в кросс марже одалживая bnb и покупая на это btc а дальше на этот btc можете покупать что хотите дэш лайткоин я не знаю что там вы считаете перепроданным биткоин кэш или то что по тренду вы считаете стоит ланговать тот же я не знаю там матика какой-нибудь или что там сейчас хайпится все что есть короче в кросс маржиналке атом не вопрос аудио но на свой страх и риск конечно же ребята что еще по новостям манера крупнейший майнинг пул манера объявил о закрытии майнинговый пул майн xmr анонсировал прекращение работы 12 августа суть в том что причина неизвестна но это был самый крупный майнинг пул мощность которого составляла 1 гигахэш или 40 процентов от общего показателя многие также опасались того что слишком большая концентрация мощности в этом пуле и риск атаки 51 процент увеличивается поэтому это наверное даже хорошая новость для манера давайте взглянем на курс манера манера к битку на недельке все еще у нас желтая точка посмотрите-ка и он достаточно круто удерживает свои лаи посмотрите он снова в канале накопления и мы видим макро аптрэнд по манера к битку весь этот гигантский пузырь 18 года был сдут точнее 17 года 18 был сдут но манера не ушел ниже как это сделал тот же дэш и многие другие альты он все еще держится то есть какие тут варианты есть что он все-таки уйдет ниже и будет долгое накопление либо что он сейчас пробьется и будет супер мега пам поскольку опять же желтая точка на недельке это вам не хрень какая-то это серьезный сигнал поэтому xmr выглядит интересно на мой взгляд к доллару тоже соответственно вот он у нас смотрите удерживает параболическую структуру с другой стороны он конечно ее сейчас пробивает можно сказать что он ее пробил и тестирует как сопротивление сетка и мой риббон опять же медвежий но это поскольку весь рынок падал короче у манера сейчас будет интересная развязка посмотрим как он отыграет возможно что это и двойная вершина и он пойдет вниз поэтому по манеру сейчас ну как бы можно конечно к битку попробовать лонгануть вот эту желтую точку вот но тысячу дисклеймеров друзья а вот бит дао бит дао мне нравится как себя ведет последние деньки напоминаю что бит дао можно торговать на байбите посмотрите он прямо сейчас пробивает пробил уже недельную наклонку на зеленой точке и при ближайшем рассмотрении на четырехчасовике он уже развернулся в бычью сторону опять же на желтой точке вот здесь и сетка и мой риббон тоже развернулась бычку и у нас пошел аптренд поэтому по бит дао сейчас на шортах могут очень хорошо сквизануть поэтому собственно я и продолжаю держать лонг по бит дао я правда его уже закрывал большую часть прибыли снял сейчас перезашел опять от локальных уровней и вот мы видим что мы выбились из этого восходящего треугольника наверх посмотрим как бит дао удастся удержать это движение или же все таки он сейчас сдуется и уйдет в более затяжную консолидацию на мой взгляд интересно себя ведет сейчас этот актив поэтому можно попробовать аккуратно полонговать на споте я считаю надо только добирать по всем этим значениям а в маржиналке аккуратно действовать потому что сами понимаете какие риски в маржиналке вот если вы не знаете как торговать на бирже by bit посмотрите обязательно видео обзор сейчас он появится сверху и в конце видео карточкой давайте глянем еще эфир классик который конечно тоже является фаворитом последних недель эфир классик у нас с вами пробил параболическую структуру к доллару и это конечно не очень хороший знак в краткосроке возможно что мы сейчас увидим более затяжную коррекцию либо что-то вот типа такого мы увидим с последующим пробитием наверх поэтому тут на мой взгляд если у вас есть маржинальные лонги которые в плюсе их лучше под разгрузить хотя бы частично с целью если чё перезайти или ниже или даже по тем же значениям но уже после подтверждения пробоя вот если у вас нет маржинальных лонгов то тоже я думаю что стоит подождать она спот в целом я считаю эфир классик надо добирать потому что монета топовая это настоящий эфир ценность вообще этих чуваков этого блокчейна в том что они сохранили настоящий эфир для нас в отличие от эфира форкнутого который все используют ну и посмотрите как у нас опять же на четырехчасовике прямо сейчас идет тест сетки и my ribbon я думаю что если мы увидим продолжение обычного сценария то максимум на 33 доллара куда-нибудь он спустится и оттуда можно смело продолжать лонговать по тренду вот такие вот сегодня мысли ребята напишите в комментариях чего вы думаете запампите лайки обязательно подписывайтесь к нам на канал если вы у нас новенький чтобы не пропускать следующие выпуски подписывайтесь к нам в телеграм потому что там много интересной информации и всем профитролей хорошей торговли позитивного настроения и скоро увидимся пока вот такие вот дела репортаж ведет фла-ла-ла он же green и джо i think so крипто-комманс матафак check this out гэнгстер щит пайрот вайпс и всего такого bitcoin to the moon да что за мун multiple times Субтитры сделал DimaTorzok